Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании Motostrong сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаем мотоциклы в отличном состоянии. Они пройдут любые проверки. Обращайтесь в Motostrong. Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Ну а сегодня мы разберем классический олдскульный двигатель Opel V-образник объемом 2.6. Итак, встречаем Y26SE. Двигатель, о котором сегодня пойдет речь, был разработан инженерами компании Opel для автомобилей этой марки. Этот мотор собирался в Англии. Так как автомобили Opel 90-х годов не являются крупными, то и флагмановские моторы должны быть компактными, чтобы поместиться в их моторный отсек. Поэтому инженеры уменьшили классический для V6 угол развала цилиндров 60 градусов до 54. Блок у этого двигателя чугунный. Его полублоки накрыты легкосплавными ГБЦ с двумя распредвалами в каждой, на каждый цилиндр по 4 клапана. Первый двигатель из этого семейства появился в 1994 году. Это был двигатель V6 объемом 2.5. Затем, через три года, к нему присоединился мотор объемом 3 литра. В 1999 эти двигатели основательно модернизировали и увеличили объем. Так появились моторы объемом 2.6 и 3.2 литра. Модернизация принесла этим моторам электронные дроссельные заслонки, модульные катушки зажигания и выхлопную систему с четырьмя лабдозондами. Клапан EGR и система вторичного воздуха остались в 1990-х. Все эти двигатели предназначены для автомобилей Opel, Vectra и Omega, также Calibra, Signum, Sintra. Также есть редкие турбированные версии, которые созданы специалистами компании Saab. Сегодня мы будем разбирать мотор объемом 2.6 литра Y26SE, снятый с автомобиля Opel Omega 2001 года. Все эти моторы крепкие и долговечные, слабых мест у них немного и они несущественны. Если устранять эти недостатки, то они потом очень долго не появляются. Этот мотор Opel оснащен четырьмя ламбдозондами и четырьмя катализаторами. Если владелец не вложился в перешивку этого мотора под евро-2, то проблемы с ламбдозондами будут выражаться в повышенном расходе топлива. Также будут появляться ошибки по неисправным ламбдозондам. Подходящие ламбдозонды не самые дешевые на рынке. Многие владельцы ставят на эти моторы ламбдозонды от автомобилей ВАЗ, переделывая их разъемы, чтобы они подходили к штатной проводке Opel. Вот такой крутой дроссель установлен на старом Opel V6. Тут аж целых две заслонки. Работа дросселя нарушается из-за масла и сажи, потому что трубки системы ВКГ подводят газы прямо к нему, вплотную. Механически же этот дроссель очень надежен и служит десятилетиями. Иногда на моторе Y26SE выходит из строя датчик положения коленвала. Он полностью не отключается, а начинает сбоить на высокой скорости работы двигателя. Обычно это выглядит так. Мотор как будто бы упирается в отсечку на 4000 оборотов, дергается и стрелка тахометра пляшет. При этом появляются ошибки по датчику положения коленвала. Ну а сегодня в разборе этого двигателя нам поможет… Серёга, встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Критики и недобрых слов заслуживает система вентиляции картерных газов. Газы из-под клапанных крышек отводятся с помощью тоненьких пластиковых трубочек, которые с годами наглухо забиваются. Также каналы для отвода газов есть в так называемом переходнике – плоской пластиковой коробочке. Вот этот переходник и трубки оригинальные очень дороги. Поэтому владельцам, если их не удается очистить, то они мастерят новые. Вообще закупоривание системы ВКГ приводит к различным неприятностям. Во-первых, мотор начинает выдавливать масло. Из-за повышенного давления картерных газов очень быстро и сильно начинают потеть клапанные крышки. Во-вторых, повышенное давление в картере, то есть под поршнями, мешает работе маслосъемных колец. Давление буквально давит на поршни снизу, что мешает отводу снятого масла и, как результат, закоксовывание поршневых колец. Еще один момент, связанный с системой ВКГ, состоит в том, что при появлении трещин на пластиковых элементах возникает подсос воздуха в задроссельное пространство. Двигатель на это реагирует глубоким падением оборотов, а также самостоятельным подгазовыванием при отпускании педали акселератора. Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов представляет из себя вот такую коробочку с лепестковым пластиковым клапаном, регулирующим отвод газа. На практике на многих моторах этот клапан обламывается, а в этом случае возрастает производительность системы вентиляции картерных газов. Тогда на некоторых режимах работы двигателя через нее уходит слишком много паров масла. При чистке ВКГ этот сапун надо тоже вычистить от сажи и масла. Его штуцеры для трубок должны продуваться. Чтобы владельцы Opel еще больше гордились своим V6, инженеры компании разместили под капотом вот такой нарядный серебристый легкосплавный впускной коллектор. Здесь есть механизм изменения его длины, с которым на практике ничего плохого не случается. Между ГБЦ есть вот такой переходник. Здесь есть датчик температуры. По этому переходнику горячий антифриз из одной ГБЦ перетекает в другую. Так вот, со временем изнашиваются вот эти прокладки между ГБЦ и переходником. И владелец тратит очень много времени, чтобы сюда добраться и заменить пострадавшие прокладки. На 2,6-литровом двигателе появились модульные катушки зажигания. Их две – правая и левая. То есть, они разные. Эти катушки служат долго. При возникновении пропуска воспламенения фиксируются соответствующие ошибки и загорается чек-энжин. Однако секрет их долголетия – это своевременная замена свечей зажигания. Оригинальная катушка стоит более 300 долларов, но есть заменители по 80 долларов. Когда клапанные крышки сдаются, то немало масла стекает по ГБЦ и попадает на горячий выпускной коллектор. И тогда владелец начинает чувствовать проблему носом, потому что испаряющееся масло затягивает систему вентиляции салона. Переуплотнять клапанные крышки, то есть устанавливать их на новые прокладки и герметик нужно только после основательной чистки системы вентиляции картерных газов. Двигатель 2.6 оснащен пластиковыми клапанными крышками, которые так не радуют, как легкосплавные на моторе 2.5. Поэтому некоторые владельцы меняют пластиковые крышки на легкосплавные для лучшего уплотнения. Вдобавок пластиковые крышки могут деформироваться, и их невозможно будет притянуть и обеспечить должного уплотнения. К состоянию кулачков распредвалов у нас никаких претензий нет. Но мы видим, что мотор пострадал от эмульсии, то есть смешивания масла и антифриза. Поэтому характерная бежевая каша здесь присутствует. Никаких проблем с ремнем ГРМ у этих моторов нет. Меняется просто. Выставляем все по меткам. Интервал замены каждые 120 тысяч километров. Добавим, что помпа приводится ремнем навесного оборудования. Многие спрашивают, есть ли на этом моторе гидрокомпенсаторы? Есть. В случае перегрева «Опелевская» в случае перегрева «Опелевской» V6 не редкие. Это происходит из-за утечки охлаждающей жидкости, а также из-за загрязненного радиатора. При перегреве головки деформируются со всеми вытекающими последствиями. Если говорить по состоянию, то мы видим, что мотор ел масло. А теперь по состоянию. Хон слабенький, откровенных задиров нет. Признаки масложора. Контур охлаждения наполнен эмульсией, то есть антифриза, который смешался с моторным маслом. Сейчас расскажем, почему это происходит. В развале блока находится теплообменник. Это охладитель моторного масла. Теплообменник на всех моторах V6 одинаковый, то есть от объема 2.5 до 3.2. Это самый недолговечный теплообменник, который только устанавливался на автомобилях. Но говорят, что на модернизированных моторах Opel этот теплообменник уже беспроблемный. Покупать оригинальный либо БУ теплообменник нет никакого смысла, потому что он не обладает должным качеством. Но есть хорошие заменители. Вот их и стоит покупать. Также в народе мастерят самодельные теплообменники. Из-за трещины в теплообменнике антифриз смешивается с маслом и наоборот. После этого появляется масляная пленка в расширительном бачке, а антифриз просачивается в масляную систему. Тогда в расширительном бачке уровень антифриза начинает падать, а в поддоне появляется эмульсия. Именно такая проблема на разбираемом нами двигателе. В поддоне эмульсия и масло в расширительном бачке. Маслозаборник очень глубоко опущен в поддон, а поддон на автомобилях Opel висит очень низко. Было немало случаев, когда владельцы наезжали на препятствие и мяли поддон, а его дно вплотную приближалось к маслозаборнику. Все это приводило к масляному голоданию и к износу пар трения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ранних V6 Opel масляный насос был неудачным. Он быстро изнашивался. Поначалу начинали цокать гидрокомпенсаторы, затем изнашиваться распредвалы, а с течением времени начинали изнашиваться и проворачиваться вкладыши. В нашем случае износ минимальный, вряд ли он мог повлиять на давление масла. Поздние двигатели едва ли были замечены с проблемами по части недостаточного давления масла. Но если двигатель приходилось ремонтировать из-за провёрнутых вкладышей, а также цокот новых гидрокомпенсаторов не исчезал, то тогда надо осмотреть маслонасос и проверить давление масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот старый двигатель можно капиталить. Производителем предусмотрено по два размера ремонтных шатунных и коренных вкладышей. Также есть ремонтные размеры поршневых колец. Как вы видите, двигатель непродолжительное время может работать и на эмульсии без особого вреда для здоровья. Потому что шатунные вкладыши как новые и коренные без особого износа. Но поршневые кольца успели отмыться всей этой жижей. И коленвал у нас визуально без износа. Вот такие вот V6 были на автомобилях Opel. По сути их объединяет два косяка. Это неудачный теплообменник и неудачная система вентиляции картерных газов. На этом разборка закончена. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. Поэтому подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео с друзьями, закиньте его в ваши соцсети и так далее. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».